друзья здравствуйте мне хотелось бы сегодня поговорить о такой ритуальной вещи как четки вот казалось бы да ну что тут такого что там четки просто бусинки просто на ниточке может быть как немножко там они по фокусу там красивые некрасивые с кристаллов из металлов из чего хотите хоть из пластика но нет у нас был сакральный смысл четко давайте говорить о чем же эта сакральность дело в том что четкие сейчас они чисто для того чтобы определенную мантру прочитать 1 пусинку прочитали мантру 1 гусинку прочитали мантру 1 гусинку прочитали мантру и вот это вот перебрасывание Да или молитву, или ещё что-то. Да, это помогает, это такая работа тавтологии, но здесь немножко другая ситуация с чётками. Вы уже слышали от меня, что у нас огромное количество богов, вот у наших предков было. Я буду стараться говорить на разные темы, чтобы вы понимали смысл тех предметов, которые вас окружают. И рассказывать не просто истинный смысл, а расширять ваш кругозор, чтобы вы знали, как с этим работать. Так вот, у нас есть 24 бога в первом коне, и вы родение по ним уже много раз слышали, что это такое, как это работает, что это устоявшееся эмоциональное состояние, заикарённое в организме. Так вот, когда мы работаем через чётки, у нас каждая бусина тождественна Богу. Первая чётка – Прави, вторая чётка – Лели, третья чётка – Трояна, четвёртая чётка – маленькая бусинка, я имею в виду. Их просто бусинками сейчас называют, но это не так. То есть у нас счёт, отсюда чётки. То есть вот у Прави первое, число один, у Лели два, у Трояна три, и, соответственно, четыре у Яви, пять у Родигаса – это всё числа. То есть у нас числа Боги, миром Прави числа их отношения. Число – это атрибут определённого Бога. Отсюда чётки. Или с чётки, да? Так вот, у нас каждая бусинка закреплялась за определённым Богом. И когда мы перебрасывали эту бусинку по-современному, да, мы должны были испытать родение. Следующую бусинку по Богу какому-то – ещё родение. Следующую бусинку – ещё родение. И вот таких родений у нас было столько, сколько бусинок в чётках. А вот, собственно, сколько же было бусинок, да? А было сто восемь бусинок. У нас первым кола сто восемь богов. Соответственно, у нас были господа. Ну, то есть это те, кто главенствует в определённом коне, да? То есть, например, вот у нас есть боги, и Господь Бог Ра, он главенствует в первом коне. Соответственно, в чётках у нас для каждого господа, да, у нас не один был, у нас Господь Бог Ра, Дэй, Дашбог, Сварах, Пан, Сест, Семеш, Веста, Дэв. То есть девять господ, ну, последние Десаны ещё можно, Десаны, но её обычно в первое кола не включают. Она уже сто девятый бог. У нас ещё нуд присутствует, ну, ещё много чего. То есть получается, что у нас маленькие бусинки за каждого бога отвечали, которые есть в пантеоне, а большие бусины отвечали за господ. И вот у нас получается двадцать четыре бога, крупная бусина, двадцать четыре бога с мелкими бусинками, крупная бусинка. И вот так вот у нас всё обычно и было, понимаете? То есть чёткие создания не для того, чтобы что-то там, а для того, чтобы вот эта вот ниточка с бусинками, тождественная, каждая определённому богу вызывала в нас родение, вызывала в нас состоявшееся эмоциональное состояние, и мы поднимались до целей, ведь в каждом коне у Господь Бога есть своя цель. Вот, например, первая цель, которая есть у Господь Бога Ра, это бессмертие. Вот представьте, чтобы вы подряд сначала совершение испытали, родение, потом ледение и блажа, потом божественная судьба, потом удача, потом радость, потом слава и почёт, терпение и исполнение желаний, вечность, твёрдость, бережение. И вот эти все функции вы по очереди начинаете через родение ощущать, копите эти все потенциалы. И в определённый момент, когда вы прошли все их по очереди, вы чувствуете в себе бессмертие. А что такое бессмертие? Это же процессуальная цель. Мы же до конца не знаем, собственно, что там дальше. Мы живы просто или мы действительно бессмертны? Так вот, для того, чтобы это понять, нужно жить. Просто брать и жить. Такой чёткий, созданный, как глубоко религиозный объект. Конечно, очень много чего можно сказать и по поводу, например, там, бус, и брошек, и колье, и ещё много чего. Но в данном аспекте, я думаю, что вам будет интересно именно разговор о чётках. Теперь, конечно, из какого материала? Нужно обязательно это обговорить. Смотрите, вот у нас сейчас деревья, они рубятся варварским методом. Убирают самое крупное красивое дерево и под корень. А что происходит с существом, когда оно умирает? И я уже сколько раз об этом говорила, что если что-то рубится, убивается, например, там, ну, я не знаю, ну, живое какое-то существо, то тело этого живого существа, в данном случае дерево, запоминает страдание и боль на момент смерти. То есть получается, что вот этот бардак весь с чётками может начаться не в том русле, которым вы ожидаете. Потому что если вы возьмёте деревянные чётки, да, то ощущение будет, что вы радеете, радеете, а вам только вот эта грязь в голову, боль и ещё что-то, что было у дерева, вам только и передаётся. Что тут хорошего? Конечно, ничего хорошего, правда? Поэтому материал имеет значение. Например, если это кристаллы, человек, который обрабатывал эти бусины, да, он должен испытывать в этот момент глубокое осознание, для чего и для кого он это делает. Чтобы это было предметно, то есть для вас. Для того, чтобы вам было хорошо, чтобы у вас всё ладилось и получалось, чтобы вы себя чувствовали гармонично, чтобы у вас там, например, оздоравливался организм. Ещё много чего, то есть если эти бусины просто сделаны механически, а ещё с усталостью, с болью, там, или всё с проблемами по здоровью, то есть от того, что мастер заложил в бусины, да, по кристаллу, кристаллические, тоже многое зависит, потому что кристаллы очень хорошие накопители, прям очень хорошие. И что там будет, тоже вопрос. Здесь либо нужно уметь чистить кристаллы, либо, соответственно, не лезть и довольствоваться, например, самодельным чем-то, да. Вы даже сами можете изготовить, потому что момент изготовления, божественные вещи, он тоже играет огромную роль. Если это из металла, например, да, тоже кто отливал, в каком состоянии, где это было отполировано, кем было отполировано, вот это тоже имеет большое значение. Я встречала варианты, когда делали из органики, ну, например, там, из воска, да, есть такие варианты. Попробуйте, потому что это великая вещь, если это сделано своими руками, это может принести вам благости. Причём воск вы можете прямо лепить своими руками, испытывать по каждому Богу своё родение, и эти ощущения будут вам передаваться. То есть вы только за бусинку будете браться, а у вас сразу будет идти благое изменение. Поэтому, конечно, я рекомендую вам обязательно работать с чётками, чтобы всё у вас сладилось, получалось, ну и, конечно, благости вам, чтобы у вас не просто с чётками была работа, а работа была с духовным началом, потому что чётки – это всего лишь инструмент, которым можно изменять себя и простраивать реальность, потому что родение, оно простраивает всё и вся в этом мире. Это излучение, которое порождает очень много позитивных эмоций и метаморфоз, в первую очередь, и в вашей жизни, и в жизни ваших близких. Ну вот так. Я вас благодарю. Пусть у вас все ладится и получается. Пусть родения и благие эмоции войдут в вашу жизнь, чтобы вы знали, как мир полон и как он красив. И именно мы его простроим в такое невесёлое время, когда нам навязывают, что всё плохо, что всё ужасно. В нашей жизни всё будет так, как мы захотим, так, как мы сделаем. А делаем им всегда своими действиями, хотя бы через эмоциональный план. Я вас благодарю. Пусть у вас все ладится и получается. Всего доброго.